Начало второго в Кирове. Это программа «Особое мнение». Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин. Своим особым мнением сегодня в нашей студии вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты Андрей Юсенко. Андрей Леонидович, добрый день. Добрый день. На сайте эхо-кирова.ру есть аудио-видео-трансляция нашего эфира. Кроме того, есть там специальная форма для того, чтобы вы смогли задать вопрос гостю «Особого мнения». Такая возможность в течение ближайших 45 минут у вас есть. Широкий круг вопросов у нас сегодня для этого «Особого мнения». Я хочу все-таки начать со следующей темы. Вот ровно неделя прошла с момента приезда в наш город временно исполняющего обязанности губернатора Кировской области Игоря Владимирович Васильев. Как сообщали СМИ в прошлый четверг вечером он к нам прибыл. Вот первая неделя. И кое-какие уже есть заявления от него, да, по поводу дорог и медицины как приоритетных сфер работы. В том числе он назвал наш регион как обладающим определенным потенциалом. Он там указал конкретные сферы деятельности, сказал, что есть точки роста. И вот на прошлую субботу, когда его представляли общественности, многих слова так заинтересовали его о том, что все мы чиновники, госслужащие, когда не покинем госслужбу, давайте трудиться на благо будущих поколений. Что называется, как первые впечатления у вас об Рио? Ну, вполне ожидаемые, так скажем, да. То есть это касается и, собственно, визуальных впечатлений, впечатлений по действиям, и впечатлений от произнесенных слов. Вполне ожидаемые. Собственно говоря, сложно было бы предположить, что человек, незнакомый по факту с регионом, впервые, по сути дела, оказавшийся, произнесет какие-то другие слова, которые будут в чем-то, может быть, радикально риски или наоборот. Вполне ожидаемые слова о приоритетах, вполне ожидаемые слова об открытости к диалогу с всеми заинтересованными сторонами. Опять же повторюсь, на мой взгляд, самая точная характеристика. Вполне ожидаемые слова о потенциале. То есть пока, в общем, сделать каких-либо выводов о сильных сторонах самого губернатора, о его предпочтениях в отраслях или в направлениях развития региона, пока, на мой взгляд, сделать нельзя. То, что мы видим, это процесс погружения в информацию о регионе, в состоянии региона, в его слабые и сильные стороны. Я думаю, что в течение еще достаточно продолжительного общего времени мы будем видеть и слышать человека, который, собственно говоря, разбирается с тем хозяйством, которое ему досталось. Поэтому я бы не стал ожидать, на мой взгляд, не стоит ожидать каких-то кардинальных и серьезных решений, как кадровых, так и каких-то инфраструктурных. Потому что, с одной стороны, человек, достаточно долго работавший вообще в государственной системе в той или иной мере, он понимает, что резкие движения, в общем, наверное, не для этой системы. С другой стороны, мы имеем ситуацию с предвыборной компанией. И здесь тоже раскачивание системы, наверное, не лучший вариант действий. Поэтому я думаю, что до Нового года мы будем наблюдать за тем, как Игорь Владимирович познакомится с регионом. С людьми, которые в нем работают, с людьми, которые оказались рядом с ним, с людьми, которые будут пытаться оказаться рядом с ним, с людьми, которые будут пытаться дистанцироваться от него. Потому что сейчас мы будем, кроме его деятельности, она будет, как я уже сказал, по моему мнению, достаточно спокойной, аккуратной и такой, не то чтобы не наблюдающий, а взирающий, так скажем. Мы будем наблюдать деятельности многих других людей, которые будут связаны с выборами и с, собственно говоря, некими попытками создания механизмов влияния и приближенности. Поэтому это будет интересно, как минимум. Да, Васильев начал знакомиться с регионами. И накануне он посетил, в частности, стройки. Там положительные слова звучали от него и про противровод в чистые пруды, что он лично возьмется за поиск денег и строительство микрорайонов новых. Ему тоже понравилось. Я вчера как раз себя поймал на мысль, а когда все-таки мы критику-то начнем слушать из его уст? Ну, и может все быть так хорошо? Ну, знаете, я, в общем, и рад, что у меня-то критики-то из его уст, потому что критиковать, не разобравшись ситуацию, в общем, удел, что называется, маргиналов. Хорошо, что у нас не такой, пока, по крайней мере, на первый взгляд, губернатор. Потому что государственная машина, государственное устройство, а региональная машина, это так, тоже государственная машина, она сложна. И первичное впечатление, какие-то первые выводы и оценки, они могут оказаться совершенно неверными. Поэтому, собственно говоря, не ожидаю серьезной критики в ближайшее время. Что касается, опять же, посещения стройок, ну, тоже вполне ожидаемо. То есть, это вещи, которые для региона знаковы с точки зрения объема средств привлекаемых. И так как средства привлекаются не внутренние, а внешние, это касается и манежи, это касается и путепровода, и водовода, то здесь речь идет о том, что надо понимать, о чем ты будешь договариваться, собственно говоря, с федеральным центром. Встреча с руководством Газпрома относительно финансирования манежи логично требует после того, как ты о чем-то договорился, съездить и посмотреть хотя бы, о чем ты договорился, о чем идет речь. Здесь вопрос, наверное, в скорости погружения Игоря Владимировича в те ситуации, которых в регионе много, на самом деле. Они есть и перспективные, есть и серьезно проблемные. И вот от того, как он расставит приоритеты в этих ситуациях, от того, как он будет распределять свое внимание, свою заинтересованность, углубленность в эти вопросы, вот это тоже будет очень показательный момент. Потому что заявленные приоритеты в отношении дорог и медицины у меня вызывают некоторые вопросы. Потому что на самом деле, что касается дорог, мы видим большой объем работ, который сейчас делается. Да, я понимаю, но есть и другие вопросы, которые требуют постоянного внимания, серьезного внимания. Например? То же самое образование, та же самая система детских и дошкольных учреждений, о которых мы с вами говорили, и школьных учреждений. Медицина, это, конечно, важный нюанс, но, собственно говоря, будущее в подрастающем поколении, как с ним будет обстоять дела, какого отношения к нему будет, учитывая то, что, опять же, на федеральном уровне заявленные программы «Новая школа» и все остальные. Мне бы очень... Вернее, я надеюсь, что, произнеся вот эти две сферы, дороги и медицина, Игорь Владимирович имел в виду, что он в первую очередь на них посмотрит, на их состояние. Но это не означает... Я надеюсь, что это не означает того, что в ближайший период времени мы будем заниматься только этим. А вам бы хотелось, чтобы временно исполняющая обязанность, а в перспективе, возможно, полноценный губернатор был человеком публичным? И ваше понимание публичность первого лица региона? Публичным, открытым? Ну, вот я бы поменял термин с публичностью на доступность, так скажем, да, потому что публичность может быть совершенно недоступной. Можно вести трехчасовые программы по телевизору, в которых рассказывать о достижении власти и быть абсолютно публичным в этом смысле, но быть совершенно недоступным с точки зрения обратной связи. Поэтому я бы предпочел публичность и доступность. И в этом смысле механизмов этой доступности пометуя от предыдущего губернатора, Никита Юрьевича, который, собственно говоря, привучил регион, потому что, в общем, средств коммуникации с ним было вполне достаточное количество. И традиционных, и виртуальных, и всех каких угодно, то здесь, конечно, Игорю Владимировичу надо будет сделать свой выбор в отношении того, какие средства коммуникации он изберет. Они могут быть и не столь разнообразны. Самое главное, чтобы они обеспечивали возможность этого полноценного диалога и обратной связи. Поэтому я на это очень надеюсь. Я знаю, что, собственно говоря, установка на подобное поведение, на подобное отношение к обществу есть на федеральном уровне. Знаю это достаточно неплохо. Я думаю, что он с этой установкой сюда, в общем, и приятно. Помните, мы с вами в первенстве говорили, вы высказывались как секретарь общественной палаты. Второго созыва общественной палаты Кировской области пока еще взгляда в сторону общественной палаты не делал. Игорь Владимирович, пообщаться, узнать. Насколько мне известно, нет. Насколько мне известно, нет. Собственно говоря, я общественная палата сегодня уточнял, пока еще не инициировал это. Потому что здесь, собственно говоря, надо поставить приоритеты. Встретиться с общественной палатой до вообще возникновения понимания того, что такое регион, что в нем происходит, какие есть вопросы, наверное, в общем, не имеет смысла. Потому что можно набросать ему обращений своих чаяний и вопросов, на все из которых он будет вынужден ответить. Взял на заметку, взял на заметку, взял на заметку. Разберемся, посмотрим, изучим. Поэтому, собственно говоря, смысла от этого диалога я большого не вижу. Только в качестве демонстрации, собственно говоря, наличия этого диалога. Гораздо лучше, если он будет более содержательным и эффективным. У нас сейчас небольшой перерыв. Я напомню, что это особое мнение Андрея Усенко, вице-президента авиатско-торгово-промышленной палаты. Небольшая пауза, скоро вернусь. Это особое мнение Андрея Усенко, вице-президента авиатско-торгово-промышленной палаты. Сейчас Андрея Леонидовича попрошу побыть некоторое время в роли главы, руководителя региональной группы общественного контроля за ходом ремонта дорожного покрытия. И еще раз напоминаю, что создана у нас в этом году такая группа активно действует. Вот последние новости хотелось бы узнать. Что сейчас происходит, в какой стадии работа находится? Вот буквально к вам в эфир практически заседание. В 11 часов мы сегодня собирались с таким костяком. Рабочая группа обсуждали, собственно говоря, текущие вопросы, которые накопились и набросали подготовку, вопросы к подготовке общего заседания рабочей группы, которые мы ежемесячно собираем. Много вопросов, много. Много выводов, много информации, много вопросов, на которые получили ответы, много вопросов, на которые пока не получили ответы. Члены рабочей группы становятся уже достаточно серьезными специалистами в области дорожного строительства. Более того, уже знакомы со всеми даже рабочими, которые, собственно говоря, это делают, потому что часто выезжают, практически ежедневно вечерние выезды на осуществление работ. Есть, ну так скажем, принципиальные, стратегические вещи, которые касаются, как мы говорили, собственно говоря, условий, сформулированных в госконтрактах на проведение работы. Это касается и гарантийных сроков, которые устанавливаются. Это касается, ну, например, для нас, если переходить к конкретике, очень непонятным пока, и мы пока не можем разобраться и получить разумительный ответ, является вопрос на ответ, как выбираются те участки дорог в городе, которые будут ремонтироваться. Ну, вот пока говорим про город. То есть, каким образом определяется, какой отрезок улицы, какой участок улицы будет в этом году отремонтирован в рамках имеющегося финансирования. Ну, подождите, администрация обычно заявляет, что в первую очередь будут ремонтироваться улицы, центральные, по которым ходит общественный транспорт. Это приоритет. Мы, например, задаем вопрос, почему была отремонтирована улица Карла Маркса от улицы Воровского до улицы Преображенской, в общем-то, находившаяся в не самом худшем состоянии, и не была отремонтирована улица Карла Маркса же от улицы Преображенской до улицы Профсоюзной, находящаяся в гораздо худшем состоянии. Собственно говоря, одна и та же транспортная артерия, один и тот же практически трафик, совершенно разное состояние дорожного покрытия, при этом выбор был сделан в ту дорогу, которая, что называется, находится рядом с мэрией. Вы этот вопрос задали? Мы этот вопрос задали. Мы также задали вопрос по поводу, например, улицы Профсоюзной, которая отремонтирована от Октябрьского проспекта до улицы Карла Маркса, но точно так же не отремонтирована от улицы Карла Маркса до Старого моста. Хотя там, опять же, еще больший трафик, чем на этом участке, который отремонтирован, и худшее состояние. К сожалению, пока мы не можем получить разумительный ответ, какими объективными показателями, собственно говоря, руководствуется заказчик администрации города при принятии этих решений. Нам говорят о неком коллегиальном решении комиссии, которая совершает объезд, собственно говоря, улиц города и принимает такое решение. А кто в эту комиссию входит? Ну, не скажу сейчас. То есть нам сказали, что это решение... Точнее вопрос. Сам глава администрации участвует? Не могу сказать точно. Вот состав комиссии не знает. Нам сказали, что это решение принимает комиссия, которая, собственно говоря, объезжает улицы и определяет, какие из них требуют ремонт. Почему они не поездили по Западу? Почему они не поездили по Роману-Юрдико? Почему они не поездили в районе Филейки? Я сейчас называю просто... Проспект строителей. У нас точно так же вот эти вопросы возникают, когда мы задаем вопрос о том, какими объективными показателями, а они, собственно говоря, как нам говорят специалисты, есть в гости. То есть там процент износа дорожного прокрытия, причем разного характера износа. На этот ответ нам не отвечает, и мы понимаем, что, в общем, этой системы нет. И это будет одним из, я думаю, серьезных выводов работы рабочей группы вообще по итогам народно-общественного контроля в этом году. Потому что такой системы определения в городе нет. Мы сейчас начинаем уже погружаться там дальше. Как известно, там КСП проверяло, сейчас мы получили ответ прокуратуры относительно того, что в городе не пройдена просто паспортизация дорог. И вот как раз отсутствие паспортизации в том числе вызывает ситуацию, когда требуется практически индивидуальное решение в отношении тех или иных улиц. Паспорт – это набор документов? Паспорт – это описание состояния дороги. По итогам ремонта? Или он как-то ежегодно должен? Нет, он должен быть составлен на дорогу, он должен периодически обновляться и содержать в себе актуальную информацию. В соответствии с этим дорога должна быть присловлена категория, первая, вторая или третья. А дальше начинаются достаточно интересные вещи. Когда есть при наличии паспорта дороги, собственно говоря, техническое задание на ее ремонт, то есть самый госконтракт должен составляться в соответствии с этим паспортом. Паспорт указывает в себе максимально предельную нагрузку, максимальную пропускную способность, масса показателей. И вот наличие паспорта привело бы, по идее, к тому, вернее, паспортов дорог, привело бы к тому, что появились бы объективные показатели отбора участков улиц для ремонта. Это были бы цифровые показатели, которые можно сопоставлять, делать в приоритетном порядке. Ну, на данный момент прокуратура нам ответила, что представление в администрацию города относительно отсутствия паспортизации дорог направлено. Ну, ждем ответа, что называется. Где прописана, где эта норма зафиксирована? Вот, мы тоже сейчас буквально два часа назад эту ситуацию изучали и обсуждали. Есть некая ведомственная инструкция, Минтранс, РСФСР, по-моему, еще, и, по-моему, если мне не понять не ошибает, какого-то 80-го года, где, собственно говоря, это записано в качестве обязанности собственника дороги. Но инструкция до сих пор действует. Согласно уже более свежим документам на нее идут ссылки, более того, мы обнаружили судебную практику, когда в других регионах по искам прокуратуры администрация была обязана судом, собственно говоря, провести эту паспортизацию. Поэтому мы посмотрим на дальнейшие действия прокуратуры. Мы договорились пригласить представителя прокуратуры и, естественно, город администрации на следующее заседание и, собственно говоря, задать вопрос. Мы понимаем, что мы получим ответ, что денег на это нет. Потому что это не дешевое удовольствие, это достаточно серьезная исследовательская работа, проводимая лицензированной организацией. Тогда задавайте другой вопрос, на который не будет ответа денег нет. Нет, но мы даже понимаем, что нам могут ответить, давайте вместо ремонта дорог, сделаем их паспортизацию. Но это тот вопрос, который надо все равно постепенно решать. И наше предложение будет состоять в том, чтобы, по крайней мере, по ключевым участкам тех дорог, которые были отремонтированы в этом году, была предусмотрена возможность их паспортизации в следующем. Чтобы мы по новым дорогам, которые мы сделали, получили нормальные паспорта, с которыми можно дальше работать. И, по крайней мере, администрация города составила некий график проведения паспортизации уличной дорожной сети города на перспективу. Вот вещи, которые на поверхности не лежат, просто общественный контроль представляет всем это. Приехали, посмотрели, сколько там сантиметров асфальта закатали. На самом деле приходится закапываться в гораздо более глубокие груды документов, все это изыскивают. Есть банальные достаточно вещи, на которые нам пока еще тоже не ответили, но мы этот вопрос собираемся задать. Например, пресловутые люки. Когда идет ремонт дороги, в госконтракте указано, что люки должны быть подняты на высоту дорожного покрытия. Причем есть, опять же, два нормативных документа. По ГОСТу люк должен быть заподлицо с дорожным покрытием, а с НИПа допускают превышение высоты люка над дорожным покрытием на 2 сантиметра. А строители третий вариант выбирают? А строители как получится, потому что мы, опять же, обнаружили еще одну сегодня интересную вещь. В госконтрактах на, собственно говоря, ремонт дорог предусмотрено, что люки должны подниматься с использованием специальных бетонных колец. Люк должен быть поднят, должно быть установлено бетонное кольцо. Которое держит всю эту структуру. Да, люк должен быть на нее положен. Я думаю, что все, кто ездил по улицам нашего города в момент проведения ремонта, собственно говоря, видели, что делается это все с использованием кирпичей и раствора. Хотя в госконтрактах четко указано количество колец. 10 люков, 5 колец, 7 подпорных плит. У меня сразу же рождается вопрос, что дешевле, кольцо или кирпичи с раствором? Ну, естественно, нет. Конечно, кирпичи дешевле. Конечно, это сделать проще. Это не требует средств механизации. Люк подняли, кирпичи положили, накидали, раствором залили, положили. Но дальше-то мы получаем ситуацию с постепенным разрушением кирпичей и раствора. Это довольно быстро происходит. Да, проваливанием люка, попаданием воды, появлением ям. Ну, вот зададим в ближайшее время вопрос. Собственно говоря, если по проведенным на участках дорог ремонтом уже были подписаны акты, то были ли там использованы, предусмотренные тех заданиям кольца бетонные? Если нет, то почему? Вот такие вещи, их на самом деле много. Вопросов масса. Вопросов масса. Сегодня, пока мы рабочей группой собирались, Багир Шарифов, например, выезжал, один из членов рабочей группы, он выезжал как раз на забор кернов. То есть это уже контроль проведения качества работ, когда вырезают керны с поверхности дорожного покрытия. И, собственно говоря, его сначала проверяют визуально, то, что мы могли сделать. То есть Багир прямо брал эти керны, прикладывал линейку. Мы смотрели слой выравнивающий, мы смотрели слой основания, насколько они соответствуют, опять же, твоим техзаданиям. Но вот в этот раз особых вроде нареканий нет, по крайней мере, что касается толщины слоев и их консистенции, так называемой. Но дальше будут еще лабораторные исследования, посмотрим, что они дадут. Я так понимаю, у нас в завершающую стадию уже вступил ремонт в областном центре? Ну, значительный объем уже освоен. Все контракты разыграны уже? Ну, вот мы как раз сегодня договорились, что надо будет дать поручение посмотреть, все ли конкурсные процедуры завершены, все ли контракты определены исполнители. И еще один вопрос у нас возник, возникла ли экономия по результатам проведения конкурсной процедуры, какова ее судьба в случае, если она возникла. Потому что есть разные версии. Есть версия, что ее надо вернуть в федеральный бюджет, есть версия, что ее нужно попытаться быстро освоить. То есть мы этот вопрос, опять же, зададим. Нам интересно, каковы результаты, собственно говоря, тех конкурсных процедур, на которые государство у нас всегда ссылается, говоря об их эффективности. То есть возникла ли реальная экономия, возникла ли реальная конкуренция, хотя мы, в общем, можем предвосхитить, догадываясь результаты этого. Вопросы зададим, вы несколько раз повторили, в каком виде, в каком формате это все задокументировано будет, направлено. Несомненно. Я вам должен сказать, что работа рабочей группы организована в этом смысле очень четко. То есть это не просто выезды на места работ, фотографии, что-то еще. По результату каждого выезда заполняется специальный акт, который мы для себя разрабатывали, где указываются все необходимые параметры, место, время, какие работы проводились, по какому контракту, какие нарекания, какие положительные моменты, по крайней мере, соответствующая технология выявлена, прикладываются фотографии. То есть мы весь этот массив информации по нашему выезду имеем. Мы готовим его, вернее, мы обрабатываем его, как я уже сказал, в ежемесячном режиме, готовим промежуточные итоговые документы. Один из таких документов был утвержден на июльском заседании. Мы его направили и исполнителям, и заказчику, и муниципальному образованию. Получили ответы. Не во всем нас ответы удовлетворили. Где-то мы не до конца в качестве вопроса сформулировали, скажем так, наши выводы. Соответственно, получили ответ, приняли к сведению, что нас там не удовлетворяет. То есть мы скорректируем содержание итогового документа промежуточного, который утвердим 17 августа. В нем уже будут поставлены четкие вопросы, как я сказал, по тем же люкам. То есть подписаны ли акты, использованы ли эти материалы, есть ли материалы использованы, есть ли акты скрытых работ. Если материалы не использованы, то почему, например, акт подписан полностью, соответственно, оплачены все материалы. То есть там набор вопросов, на которые уже нужны будут ответы. Мы режим... Если ответы все-таки будут неизнятные. Смотрите, режим вопрос-ответ мы реализуем в каком формате. То есть у нас есть, во-первых, постоянное общение с Егордомостроем, мы наладили с ними контакты с администрацией города. Ответы на некоторые вопросы мы получаем в текущем режиме. У нас был вопрос, например, почему, если по улице Павла Корчагина предусмотрена отсыпка обочин, она не проведена, а работы закончены. Нам сказали, что это отложенная работа, акт еще не подписан, она будет сделана до конца контракта. Получили ответ как замечание. Пока писать не будем, посмотрим, будет ли сделано. Мы ежемесячно, опять же, на заседание рабочей группы приглашаем все стороны, которые тем или иным образом участвуют в этом процессе, получаем определенные ответы прямо в режиме диалога. Мы ведь не говорим о том, что мы специалисты в дорожном строительстве. У нас есть вопросы, в которых мы, скажем так, можем не владеть какой-то информацией, нам ее поясняют. Вы проявляете элементарное человеческое любопытство. Почему так? Да, да. Уже даже не человеческое, уже достаточно профессиональное иногда. Сейчас появились вопросы по областным дорогам, по которым тоже поездили в нашей поселке. Давайте про областные дороги мы уже после небольшой рекламы. Да, это особое мнение, особое мнение Андрея Усенко, вице-президента авиатской торговой промышленной палаты. И в настоящий момент в качестве руководителя региональной группы общественного контроля за ходом ремонта дорожного покрытия в регионы пойдем, в районы, вернее, пойдем? Ну, есть у нас результаты некоторых поездок по районам, хотя это, конечно, очень сложно, потому что... Где были? ...много времени. Ребята выезжали в Уни, ребята ездили на Молнышскую трассу. Ну, есть, мы сейчас обрабатываем как раз вот эти акты. Молнышская трасса, в смысле Кумены, Сум, Алис, Жум, Молныш, Алис. Да, да, да. Есть вопросы? Будем, подождем. Мы пока не делаем выводов, подождем ответов, собственно говоря, подрядных организаций и структур, то есть заказчика, например. То есть если в городе мы добились, что проливается связующим материалом, битумом, между первым и вторым слоем укладки для адгезии, то это на областных трассах как бы не видели. С другой стороны, мы знаем, что нам могут ответить, что главное, чтобы показатели самой адгезии были в норме, как бы там пролили, не пролили. Качество сцепления первого слоя со вторым. То есть сначала укладывается уравнивающий слой на него, как бы верхний. Если первый слой со вторым держится хорошо, то вроде как бы и не обязательно было проливать. Но с другой стороны, по технологии положено. То есть есть ряд вопросов. Есть ряд вопросов по используемым материалам, попросим документальное подтверждение. То есть мы действительно очень активно ведем работу. Ее может не так видно в публичном пространстве. Но опять же должен сказать, что смотрите, что называется, настоящих буйных мало. Когда работе рабочей группы было объявлено, у нас был шквал какой-то звонков, обращений о том, что я буду проверять, и я дайте мне полномочия, дайте мне корочки. Дайте мне удостоверение инспектора, дайте мне повязку, а я вот здесь. То есть я буду присылать фотографии, как там делают. Таких желающих было очень много. На самом деле, как, собственно говоря, обычно бывает, вся общественная активность в этом смысле спала. Сейчас, наоборот, членам рабочей группы задают вопрос, когда отремонтируют дорогу у меня. То есть нас уже считают частью этой системы. И большинство вопросов сейчас уже касается не того, что давайте вместе, а вопросов того, почему у меня не сделали, а почему эту улицу не сделали, а почему здесь не сделали. Это в каком виде? Пишут, звонят? Пишут, звонят, на улицах, когда знакомых встречаешь, что-то слышали, что ты дорогами занимаешься, почему не сделали проспект строителей. Поэтому остался вот тот актив, костяк, буквально в составе, может быть, 7-8 человек, которые этим занимаются, очень благодарен этим ребятам, которые это тратят свое время, деньги там. Всего вас 11 спала в почве группы? Нет, она изначально была 11, сейчас ее состав увеличился, мы там приглашали дополнительных людей, но вот я говорю, работают буквально там активно, 7-8 человек, даже может быть, меньше. Но при этом охватываем объем работы еще большой. То есть я говорю, мы проверяем и введение работы, мы проверяем и вписание актов, мы проверяем и забратья Кернов, мы проверяем и огромный объем нормативно-правовой вот этой документации и госконтрактов. То есть по итогам мы в сентябре будем готовить уже общий итоговый документ, потому что, собственно говоря, процедура общественного контроля. Это же по окончанию дорожных работ. Ну да, да, да. То есть сейчас мы готовим промежуточные документы, а будем готовить итоговые, которые мы, собственно говоря, и промежуточные направим в Рио губернатора, раз он объявил о том, что дороги его приоритетны, направление внимания. Помощенное внимание. Да, то есть мы, собственно говоря, направим его, наш взгляд, людей, которые этим там уже 20 с лишним месяца занимаются и посмотрим на его реакцию. Ну и общий итоговый документ, который будет составлен в соответствии с законом об основах общественного контроля, соответственно, так же будет направлен все. Ну и, как мы и говорили, то есть, собственно говоря, после этого работа рабочей группы не собирает прекращаться. Мы будем смотреть, там есть вопросы по гарантийным обязательствам, будем смотреть по той же самой системе отбора, выбора участков дорог, которые подлежат ремонту. То есть работы много, мы ее делаем, понятно, что мы там не совсем, может быть, справляемся, но еще раз повторюсь, вот даже просто по ощущениям того, как мы видим изменения к технологии ведения работ, к качеству ведения работ, к отбору проб, мы видим серьезные кардинальные изменения в том, как это делается, начиная с июня и по настоящее время. Если вначале мы видели вопиющие какие-то нарушения, сейчас мы в значительном количестве случаев при выезде, просто обмениваемся в общем чате, замечаний нет, все нормально, то есть машина начинает, как бы скажем отменяться. Это, собственно говоря, ответ на вопрос скептиков, которые говорили, да все равно там все это будет как обычно. Андрей Леонидович, конкретный вопрос еще, вот этот ранее упомянутый нами участок улицы Карла Маркса, Преображенско-Доворовского, сколько гарантий на него? 4 года должно быть, 4 года должен быть гарантийный срок. Если, предположим, следующей весной, весной 2018 года мы увидим, что там что-то не так, ямы появились несоответствующие ГОСТу, дальше процедура такая? Ну вот, это то, нет, на самом деле это очень большой объем вопросов по гарантийному ремонту, потому что система устроена очень странно, когда мы, собственно говоря, запросили, например, Минтранс наш областной относительно того, сколько выявленных гарантийных случаев и сколько признанных было по дорогам этой весной, там прозвучала цифра около 150 случаев, и, собственно говоря, выяснилось, что все выявленные случаи исполнительно признаны и выполнены, потому что, собственно говоря, обязанность за этим лежит в том числе и на исполнителе. На наш взгляд, такое совпадение, оно неправильно, потому что много есть вопросов по, в том числе, там, видите, еще один большой вопрос, с которым мы столкнулись, это идентификация участка в дороге. Если в городе это можно сделать от перекрестка до перекрестка, то, когда мы выезжаем на место в областную дорогу, там указывается там 167-ой километр с 400-ой под 168-ой километр. От чего считать? От километровых столбов, от координат GPS, от еще чего-то. Или от своего одометра на машине. Как это рассчитать? Соответственно, подрядчик, на котором лежит обязанность исполнения гарантийных обязательств, говорит, это уже не мой участок. или это, там, не входило в работу, потому что, там, подмыв подушки, и поэтому мой-то слой, он нормальный, а это из-за подушки. Поэтому здесь вот с гарантийными темами будем разбираться еще очень долго, но в любом случае, там, механизм у нас сегодня заявлено и отработан. То есть, если обнаружен дефект на гарантийном участке дороги, его надо задокументировать, желательно с возможностью идентификации места в видео или фотофиксации, направить в адрес рабочей группы, мы по госконтрактам выясним, собственно говоря, кто был подрядчиком на этом участке дороги, каковы гарантийные сроки, и будем требовать заказчика исполнения гарантийных обязательств. Я хочу напомнить нашим слушателям о том, что на сайте общественной палаты Кировской области, ОПКО-43.ру, есть раздел «Общественный контроль ремонта дорог». Он актуален? С ним все в порядке, информация обновляется, и карта интерактивная тоже, да, обновляется? Карта обновляется, есть, конечно, технические сложности, вот о части из них я уже сказал, да, то есть идентификации, собственно говоря, там, расстояний и километража, особенно по областным дорогам, то есть как наносить тот участок дороги, который должен там ремонтироваться, потому что у дорожников свои системы измерения, у Минсвязи, которая там помогает делать карту своей системы, то есть вот там вопросы этой привязки. Плюс надо все-таки понимать, что объем информации очень большой, мы стараемся ее актуализировать постоянно, но там задействованы ресурсы различных организаций, но нет, раздел работает полноценно, будет раздел работать и дальше. – Кстати, в курсе, да, вы этой федеральной темой о том, что правительство Российской Федерации в лице Минтранс, по-моему, предложило уже стачить ответственность чиновников, отвечающих за дороги в регионах увеличения штрафов в десятки раз. Поддерживаете, не поддерживаете. Восемь регионов накануне я прочитал ответили, дали ответ на это предложение, все, Вадим Хор, заявили – нет, 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 слишком дорого, слишком много, не потянем. – Двойственное отношение, честно говоря, там ведь вопрос из того, из каких денег эти штрафы будут платиться. Потому что мы, когда начинали работу рабочей группы, и когда прокуратура говорила о том, что вы направляете информацию о всех фактах, вы являетесь к нам, мы будем разбираться, мы договорились, собственно говоря, что наша позиция состоит не в том, чтобы наказать виновных, наша позиция состоит в том, чтобы постараться добиться того, чтобы этих виновных не было и все делалось так, как нужно. Потому что, когда налагается штраф на организацию или на заказчика с точки зрения администрации города, которая не выполнила какие-то свои обязанности, то, собственно говоря, мы понимаем, что этот штраф платится ровно из тех денег, которые могли пойти на выполнение этих обязательств. Это же не какой-то резервный фонд на штрафы. Поэтому здесь двоякое отношение. Конечно, ответственность чиновников за решение и исполнение этих решений должна быть. – Но я бы здесь, наверное, вспомнил классику относительно того, что важно не наказание, а его не отвратимость. Потому что мы с вами, по крайней мере, слышали и видели отчет КСП, понимаем, что в нем указаны конкретные недостатки. Но кто понес за это ответственность, в каком виде, мы, в общем, не знаем. – Вообще ваша оценка, еще буквально минута у нас остается, вообще оценка компетентности, грамотности, профессионализма людей, отвечающих за дороги в нашей области, в нашем городе. Вот они на своих местах, они хорошие ребята. – Ну, я могу сказать относительно того, что касается профессионализма, компетентности, ну, в значительной мере, да. Потому что люди, с которыми мы сталкиваемся, мы видим, что они владеют ситуацией, владеют, собственно говоря, там, знаниями, оперируют. Тут другой вопрос, вопрос мотивации. – Они что, они хотят ездить по хорошим дорогам? – Так, может быть, и хотят, но, на мой взгляд, мы, по крайней мере, пока для себя предварительно вывод сделали о чем? О том, что, и это касается не только сферы дорог, это касается, вообще, большинства сфер в нашей стране, в нашем регионе в том числе. У нас есть масса ведомств, каждая из которых отвечает за свой участок, там, не дороги, а одну деятельность. При этом, каждая из них старается делать ее хорошо. Ну, старается, по крайней мере. Но совокупности этой деятельности… – Если это объединить? – Нет. Нет координации между этими ведомствами. Нет, вот, общего желания. То есть, вот такие частные желания есть там, да, в каждом отдельном ведомстве есть желание сделать что-то лучше. А общего желания, как это объединить, его нет. И из-за этого возникает такая рассинхронизация действий, которая, на самом деле, ну, в общем, сильно вредит делу. То есть, нет объединяющего ни человека, ни идеи, ни задачи, ни какой там цели, а вот в этом, да. Каждый отвечает за свой участок. Я вот здесь, я вот здесь, я вот здесь. Многие вопросы возникают на стыках участков, а многие вопросы возникают на том, что ты-то считаешь, что сделал хорошо, но, например, на следующем этапе этого времени. Поэтому вот это основная проблема. Несколько секунд, чтобы закончить мысль. Не знаю, очень бы хотелось, чтобы там, может быть, Игорь Владимирович стал тем человеком, который не только в сфере дорожного строительства, но и, в принципе, в регионе вот эти координирующие там структуры сможет сделать, сможет объединить все ведомства, там, федеральные, региональные и другие, для того, чтобы они там работали в унисон. Это огромный ресурс для того, чтобы деятельность государственной машины стала гораздо более эффективной. На этом мы завершаем программу «Особое мнение». Благодарю гостю студии и вице-президент Звездской торгово-промышленной палаты Андрею Мусенко. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.